Добрый день, дорогие друзья! И снова нескучная поэзия Валентины Жбановой. Я очень рада встрече с вами, потому что вот больше недели не записывала. И сегодня я решила почитать для вас немножко стихи такого философского плана. В прошлый раз я вам читала всё о любви, сейчас тоже о любви, но совсем о другой жизни. Отчётливо должны мы понимать, что жизни – то миссия добра и света. И что в ней делать нужно осознать, чтоб чистый след оставить с мокты в лето, что окружает разобраться в том и отделить все зёрнышки от плевел. Чтоб не стыдиться самому потом своих поступков, чувств, как злых, любее. Соблазнам не поддаться, великие их сети по земле раскинул дьявол. Задачи жизни очень нелегки. С тобой Всевышний – символ веры, славы. Уверенность, что нужен на земле и должен пронести частицу света, добра, любви. Не можем связать века смелей, своим трудом нести свой крест ответа. Не можем знать, что делали тогда в той жизни предыдущей, чем грешили, кого любили, в чём была нужда, какую жизнь сегодня заслужили. Но, коль вернулись в этот мир земной, второй шанс разум дал не без причины и сохранить связь космоса с душой в гармонии с рождения до кончины. Отчётливо должны мы понимать, что жизнь – то миссия добра и света. И что в ней делать, нужно осознать, чтобы не держать за грех потом ответа. Я вот сегодня наткнулась на книгу, сегодня я буду читать только с книги «Звёздный дождь». Я посмотрела стихи, которые писала в начале 2003 года. И оказалось, тогда о духовности тоже шла речь. И о бездуховности тоже. И вы знаете, мне кажется, что это стихотворение как бы заглядывало чем-то вперёд. И как народ сейчас живёт, и чем их интересует. Потому что заглянув в интернет, открыв интернет, ты можешь столько увидеть и очень доброго, умного, и в то же время очень злого, пошлого. Поэтому великий век бездуховности, 21 век, так не похож на предшествующих ему братьев, в достижениях рванул, в космос вхож, отказался от старых обятий. И от нравов, устоев святых, чести, доблести, даже в любовь и всё опошлино, связь всех грешных скоротечных желаний и колы. И безбожие души кругом, и безбожные души кругом, за наживою бег и деньгами, сами-то отошли от богов отрешённые лица рядами. Знаний моря здесь просто штормит о божественной мудрости. Кроки. Нам бежать одной речкой велит наш учитель Всевышний, вестокий. И появятся над головой нимбы, свет, излучающий святость. Чакры в золоте явят покой, и божественной силой всю радость. Та энергия, сила небес, то движение мира благого. Ты весь мир, что есть в нём, есть в тебе. Весь твой разум от Духа Святого. Двадцать первый век. Он не похож и в сознании кризис, и в душах. Предрассудки, жестокость, как в уши. Страх и голос любви в мелких рюшах. В мир антихрист пришёл. Нет, обман. Я не верю в его предрешение. Возвращение богов. Сам ушёл ты за грань. Сам вернись к ним. Стань в нимбо свеченье. Ну, следующее стихотворение я вам хочу прочесть «Не спеши». «Не спеши». И это тоже относится к сегодняшнему дню. Мы куда-то бежим, спешим, копошимся. А может быть, самого главного мы и не замечаем. Итак, не спеши. Всё спешим, всё куда-то бежим, не всегда выбирая дорогу, не всегда жизнью мы дорожим и минутой, и другом, и долгом, долгом памяти, святостью дня, и здоровьем, и дружбой с собою, и любовью. Та чувств не храня отлетает непонятой болью. Пробегая, не видим луча, что с добром солнце каждому дарит. Звёзды месяца, малость ворча, всё торопимся, что-то дурманит. И не ценим мы той красоты, что даровано свыше природой. Появляются всё же мечты отдохнуть от работы нервозной. И уходим мы в лес на часов, и к реке испытать в дом блаженство, чтобы таят душой и чуток поднабраться сил, чувства, кокетства. Там царит дух природы, ты в ней лишь частичка всего мироздания, неотъемлема. С ней будь добрей, мы она. Всё здесь в Бога создании. И пока сердце бьётся, люби всем, что рядом с тобою, любуйся. Мысли, чувства с природой дели, жизнь одна. Не спеши отмахнуться. Следующее стихотворение «О чём моюсь» о чём моюсь. Вы знаете, я сегодня открыла интернет, и там кто-то из моих читателей, читательниц, читал именно это стихотворение. И мне показалось, что оно сегодня тоже, кстати, будет прочитано. Колокольный звон, вечерняя молитва, сияние от свеч, горящих у икон, и запах ладана, и святость, треединство, и хора пение, божественен канон. Свою свечу у алтаря поставлю, крест положу, с поклоном помолюсь. Всевышнего в его делах прославлю, заступнице Марии поклонюсь. И попрошу простить грехи земные, мне силу дать здоровье и любовь, уверенность во благо иные, и радость творческую, и ученье новь. Благоговейно помолюсь о детях, всех благостей я попрошу для них, синица золотая, чтоб в ладонях, чтоб музы вдохновенье дни благих. Им звезды пусть укажут путь счастливый, а солнышко здоровье укрепит, чтоб творческий порыв неповторимый. Пусть ангел неотступно их хранит и мужу, и родным благополучья, всем мира на земле и долгих лет. Я с верой помолюсь, когда случится, даст Бог случиться, даст, сомнений нет. Следующее стихотворение, следующее стихотворение я хотела прочесть «Не разрушай». Вот видите, сегодня какие-то такие стихи мне хочется читать. Может быть, потому, что уже завтра буквально майские дни наступают, праздничные, а мы все-таки в изоляции находимся. И я думаю, что во многом, наверное, это все-таки не только по Божьей воле, а и виноваты в каких-то случаях. Наверное, мы сами земляне. «Не разрушай». Молитвами святыми полнится земля, все ж с нами кень безбожия гуляет, всех носит грешных, праведных земля. В том разнице совсем не замечает. Природу отравили химий век, великих достижений паутина. Себя сам этим губит человек. Зло истребление волна все сильно. И кровью скверняется земля жестокостью к природе и живому. И мира перепаханы поля. И виртуальность в трансе говорному. И ярость тайную накопят небеса и смоют греховодную под корень. Всесильная река омоет полюса. И огнедышащую мощь даст промень. Поймите то, что странники мы здесь. И жизнь дана мгновеньем для свершений прекрасных дел то истинный процесс. Не разрушай гармонии сотворения. Ну вот такая еще. И наверное что-то надо другое прочитать. Живи без негатива. Не отпуская в душу негатив, сохраняя чистоту полета. От дудного сердца защитив, ты светлеешь разумом чего-то. От душевных трав дыхаешь весь аромат насыщен лаской гебы. От реки волны покоя весь. Медный бег и отражение неба. Широта полей их красота наполняет волностью, поверьте. Силу дарит дуб сосна пихта, щебет птиц, как аур смелых медцель. Все живет, ликует и поет и несет лишь наслаждение в жизни. Негатив сюда не достает. Телевизор здесь убийства, сплетни, не держи вокруг себя друзей, что проблемами окутали святое. Недовольных злых ты поскорей отстрани всех от себя былое. Сам не хныч, не осуждай других, не служи ненужной информации, слушай голос светлый от благих, не испортят нервные формации. Те, кто сеет радость, доброту, дарит светом, любит, не страдает и несет в мир слово, красоту, не пошлит, других не оскорбляет. Телевизор выключи, пойдет подышать, займется нужным делом, по душе занятия найдет, негатив не впустит в душу в тело, не впуская в душу негатив, сохраняя чистоту полета, от дурного сердца защитив, аура светлеет, мысль без гнета. И вы знаете, мне хочется наверное вот прочитать наполовину детское, наполовину взрослое стихотворение. Оно было когда-то позывным, когда я работала на радио качелях, всегда открывала эту передачу именно этим стихотворением. Мне кажется, что вспоминая о детстве, мы как бы освобождаем от чего-то тяжелого, дурного, может быть, от чего-то ненужного для нас. Поэтому все мы родом из детства, все мы родом оттуда, велико там семейство бесконечного люда, все мы родом из сказки, все мы сказки любили, там игрушки и ласки мамы смех не забыли. И в душе остаемся мы все тем же ребенком, хоть давно уж гордимся своим взрослым потомком. Память часто уносит в то прекрасное время прогулять со мной в нем просит, чтобы сбросить с плеч время. Столь за жизнь накопилось, тяготит всех заботой, что же с нами случилось, заигрались работой, поубавилась резвость, беззаботность пропала, огнем юности ревность, значит, зрелость подкралась. Но так часто о детстве с грустью мы вспоминаем мысли, чувства, блаженства, память, мир заряет. Все мы родом из детства, все мы родом оттуда, то страна благородства безрассудного юда. Вот на этом я и хочу закончить свою встречу, но еще четыре строчки из этой же книги, которую и завершают. Духовность это лучик света, нить, которая соединяет землю с небесами, то стержень укрепляет вечность, жизнь, наследство, что завещанного отцами. Всего вам доброго, до скорых встреч!